4 сентября 2020 года. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня нас с вами ожидает очень необычный выпуск моего блога. Я хочу рассказать вам про итальянцев на святой земле. Вы наверняка смотрели все замечательные фильмы Ильдара Рязанова «Итальянцы в России». Так вот, у нас в Израиле на святой земле, в Палестине, тоже были и есть свои итальянцы. Для того, чтобы наш разговор был еще более итальянским и колоритным, мы с вами позовем сегодня в гости Марию Шургину, нашего гида из Италии. Скоро Маша выйдет с нами напрямую связь, а пока я начну вам мой рассказ об итальянцах, собственно, у нас. Начнем мы с того, что когда вы посещаете святую землю, очень много храмов вы видите католических. Притом, в основном, принадлежат они францисканскому ордену. И часто паломники недоумевают, откуда вообще на святой земле католики, почему они владеют таким большим количеством святых мест. И вот сейчас, я думаю, эти вопросы все у нас с вами разрешатся. Католики находятся здесь, собственно, с первого крестового похода, 1099 год, когда они захватили Иерусалим. Мотивы у крестовых походов были очень разные, у разных участников этих походов были разные идеи, ради чего они шли сюда, на восток, в частности, на святую землю, в Иерусалим. Скажем лишь, что одним из направлений было все-таки такое миссионерское желание просветить светом христианства живущих здесь иноверцев, то есть мусульман, евреев и так далее. И вот можно сказать, что миссия крестоносцев в какой-то степени провалилась, потому что королевство имя основанное просуществовало очень-очень недолго. Мусульманы и евреев они в христианство не обратили, то есть те из них, кто искренне этого хотели, они могли сказать, что да, мы потерпели поражение. И хотя они построили здесь много храмов и, как мы знаем, потеснили достаточно хорошо православных со святых мест, тем не менее Саладин прогоняет их со святой земли. Здесь не остается ни одного католического монаха, практически большинство уходит. А наши арабы все-таки оставались, те, кто были православными, они так и были православными, те, кто были мусульманами, так и были мусульманами. То есть ничего кардинально, скажем так, они на Востоке не изменили. Если же говорить о христианском присутствии, так оно было и до них, его с честью несла наша Иерусалимская патриархия, начиная с I века и до, собственно говоря, XI-XII, до их прихода. И вот таким образом католическая церковь видела, что не совсем получилось то, чего хотели. И францисканцы решают взять на себя продолжение миссии крестоносцев. И вот здесь давайте скажем несколько слов о францисканцах, прежде чем я продолжу нашу историю. Франциск Осиский – это был очень интересный святой, он жил в конце XII-начале XIII века. Его главным служением была проповедь апостольской простоты, бедности и любви. И вот вокруг него собираются ученики и ученицы, и называют себя меньшие братья, и, собственно говоря, на деле выполняют то, чем учил Христос. Они идут к беднякам, они идут к тяжело больным, они не боятся никаких коронавирусов, они идут служить этим людям, отделяют их всем, чем могут, заботой, любовью, едой. И франциск был из довольно обеспеченной семьи, он всё раздал нищим, то есть он в буквальном смысле стал исполнять евангельские заповеди. И вот франциск Осиский сам лично очень хотел побывать на святой земле. И он пребывает в Египет, до святой земли он не добрался, но в Египте, который, по сути дела, был частью святой земли, он побывал. Это было в начале XIII века. И вот с этого момента и отсчитывают францисканцы своё присутствие на святой земле. Хотя сперва оно было весьма и весьма малым, как мы сейчас увидим. И вот Франциск встречается с тогдашним султаном Маликом Аль-Камалем, племянником Салахадина, проповедует ему Христа с кротостью, с любовью. Султан принимает его благосклонно, но христианином, разумеется, он не становится при этом. И вот после этого завязываются отношения между францисканцами и теми или иными мусульманскими правителями Палестины, то есть святой земли. И постепенно францисканским монахам дают право то служить на гробе Господнем, то, например, отдают им помещение горницы Сионской, где они устраивают храм, который вам уже не раз показывала, на втором этаже и строят монастырь. Потом Вифлеем, и вот так потихонечку. На сегодняшний день у нас много францисканских монастырей. Практически все католические монастыри, которые здесь есть, они францисканские. Это и в Гефсимане, Гефсиманский сад. Это и монастырь Иоанн в горах на месте Рождества и Анна Предтечи. Монастырь Вифлееме в храме Рождества Христова. Самый большой монастырь Сан-Сальвадор у нас в Иерусалиме, в старом городе. И, конечно же, они имеют право служить у главных святынь наших в храме Гроба Господня, в храме Рождества Христова и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме всего прочего, наши паломники видят повсюду по Святой Земле творение знаменитого итальянского художника-архитектора Антонио Барлуцци. 22 храма построил он на Святой Земле. Это, конечно же, прежде всего храм всех наций в Гефсиманском саду, который обязательно посещают все, и всем он очень запоминает со своей необычной архитектурой, воссоздающей этот мрак и напряжённое состояние этой ночи перед распятием Господа Христа. Это, конечно же, монастырь Иоанна Претеча военкарами, очень много всего, и в том числе итальянская больница, которую я вам хочу тоже сегодня показать. В частности, это замечательное совершенно здание, это настоящий кусочек Италии прямо у нас под носом. По своей архитектуре здание больницы напоминает некоторые известные исторические здания, которые находятся в Италии, например, Палаццо Публико, здание мэрии города Сиены, или дворец Палаццо Векчо с похожей очень башней-колокольней, которая находится во Флоренции. И вот это здание было построено итальянской миссией, потому что, я вам рассказывала, в конце 19 века стали появляться у нас больницы, паломческие дома, храмы, построенные миссиями. Наша русская духовная миссия, немцы, конечно же, итальянцы примкнули к этому течению, купили землю и построили вот эту больницу. В больнице работали лучшие итальянские врачи в начале 20 века, которые приезжали и считали за честь послужить людям на святой земле. Сердобольные монахини ухаживали за больными, итальянский, это был итальянский монастырь. Кроме этой больницы у нас еще есть школа по изучению святой земли, библейский институт такой местный. Знаменитое здание находится на Французской площади, и на вершине его стоит Божья Матерь, которая осеняет город своим покровом. То есть, как видите, у нас, гуляя даже просто по западной современной части Иерусалима, можно найти очень много следов итальянского присутствия, итальянских зданий. Должна вам объяснить, что, конечно, сейчас не все эти здания служат по назначению. Например, именно эта итальянская больница была продана в 60-е годы Израилю, и там сейчас находится Министерство образования. Но, например, вот школа по изучению святой земли, библейский институт, так и есть, используется для учебных целей, и монастыри, конечно, остаются монастырями. Ну вот у нас на связь уже вышла Маша Шургина, и мы с вами сейчас можем побеседовать с нашим автором из Италии. Для тех, кто первый раз с нами, я скажу, что Мария Шургина – это профессиональный экскурсовод, живущий в Италии. Мало того, Маша – один из очень немногих православных гидов по Италии, то есть специалист по православной Италии, и автор целого ряда великолепных видеоэкскурсий на сайте клуба видеопришествий «Топос», который уже многие из вас освоили, стали членами этого клуба и путешествуют, не выходя из дома, по всему миру. Итак, Маша у нас на связи. Маша, здравствуй, дорогая! Мы вот сейчас как раз говорили про здание, построенное итальянцами у нас в Иерусалиме, и вспоминали итальянскую больницу, где замечательно лечили паломников и вообще всех жителей Иерусалима в начале XX века. Не знаю, как у зрителей, но у меня сразу возникли жуткие картины вашего коронавирусного бедствия в Италии, и мне хочется спросить тебя, как человека там живущего, как всё это происходило, что происходит у вас сейчас? Добрый день, дорогая Анна! Добрый день, дорогие слушатели! Очень рада всех вас приветствовать из Италии, из города Болонии, где я проживаю. Ситуация с карантином у нас в Италии, ну, наверное, такая же, как и в других странах, как в России, как в Израиле, но со своими, может быть, какими-то особенностями. Когда только ещё всё начиналось, то, конечно, итальянцы очень многие не верили в то, что пришло такое заболевание, и по характеру итальянцы очень общественные, любят встречи, любят обниматься, любят целоваться, то есть совершенно пренебрегали они требованиями, даже не требованиями, а советами оставаться дома, не ходить в общественные места, не собираться в рестораны, в кафе, но для жизни итальянца это было невозможно. Вот, наверное, поэтому болезнь распространилась очень быстро, и так как в Италии проживает огромное количество пожилых людей, то, конечно, процент смертности здесь вырос, стал очень большим, и действительно врачи работали днями и ночами напролёт, что ситуация была очень жёсткой, это было видно, особенно из телепередач, из теленовостей, кто их смотрит. Вот, я, к сожалению, не смотрю телевизор, но, тем не менее, кругом было слышно, что ситуация очень тяжёлая. Вот, и, конечно, выход на улицу был запрещен, если не было какого-то предписания на работу идти, были жёсткие штрафы, всё было закрыто, школы, детские сады, бассейны, спортивные залы, то есть мы оставались жёстко два месяца дома. Ну, и затем начались послабления, но до сих пор мы продолжаем ходить в масках в общественных местах, до сих пор есть предупреждение о том, чтобы люди не собирались большими компаниями, вот, хотя сейчас, конечно, чувствуется большое послабление, сейчас лето, жарко, все отправились кто на море, кто в горы, кто ещё в какие-то места, то есть жизнь продолжается, даже если опасна эта ситуация с коронавирусом, всё равно люди как-то начинают адаптироваться к тем условиям, в которых они живут. Спасибо, Маша, но вот у нас в Израиле не сделали такой двухмесячный карантин, в результате мы сейчас красная страна, говорят, уже обгоняем вас на первом месте по коронавирусу. Если верить в реальность этого всего, то похоже, что итальянские власти всё-таки отреагировали гораздо более адекватно, чем наши. Ну, и давай отвлечёмся от тяжёлых тем, расскажи немножко о своей экскурсоводческой деятельности, думаю, что нашим зрителям это будет очень интересно. С 2007 года я занималась организацией паломнических поездков по территории Италии, возила паломнические группы, которые приезжали ко мне ото всех уголочков России, из Москвы, от разных паломнических служб, целые приходы. До этого писала книгу «Вся православная Италия», чтобы она была такой помощью для индивидуальных паломников, которые хотят познакомиться со святынями Италии самостоятельно. И вся моя жизнь была буквально посвящена знакомству русских паломников со святынями, которые находятся на территории Италии. Работы было много, групп было тоже много, и наступил период в феврале этого года, когда паломничество из России извне прекратилось. И я очень благодарна тебе, Анна, за твое предложение начать делать видеоэкскурсии. Конечно, не скажу, что это легко, потому что нужно прийти на место, заснять, причем снять так качественно, чтобы телефон или камера не дрожали, чтобы было все видно, красиво было снято. Затем нужно вернуться домой, начитать текст, смонтировать. И, конечно, это занимает очень много времени, очень много труда, тем более, когда только начинаешь это делать. Но все равно эта занятость меня тоже увлекла. Мне очень интересно монтировать эти ролики, знакомить моих слушателей с теми святынями, которые находятся в Италии. Маша водит группы, водила группы паломников, пишет книги. А чем ты, Маша, еще занимаешься? Я знаю про твое второе занятие, но расскажи нашим зрителям, пожалуйста. Чем я занимаюсь еще, помимо монтирования роликов? У меня есть двое маленьких детей, которых я очень люблю, Феденька и Варенька. Вот они еще маленькие, им по три года. Вот, конечно, много времени, а я уделяю именно им. Мы с ними читаем, лепим, рисуем, ходим на прогулки, вожу их тоже в разные места, приучаю их к паломничеству. К поездкам, вести себя хорошо. Тем более, сейчас во время карантина они всегда со мной. Слава Богу, что у нас очень хороший папа, он нам помогает. Вот, и я очень рада. И, конечно, еще я занимаюсь церковным пением. Мое первое образование музыкальное, я закончила музыкальное училище, как дирижер хора. И вся моя жизнь после окончания музыкального училища была связана с церковным хором. Я долгое время пела в церковном хоре, регентовала. Вот, первый мой хор, это хор, который сейчас носит название «Благовест», и находится в городе Ишкар-Ала, Марийской республики, и продолжает петь. И сейчас он разросся, и поет намного лучше, чем мы с ними начинали сначала. То есть, уже много лет прошло. Я была на 25-летие хора, и было очень радостно встретить всех девочек, моих выпускниц. И я очень рада и счастлива, что многие девочки, которые пели в моем хоре, стали регентами, стали тоже петь в церковных хорах, и это очень радостно. Маша, спасибо тебе большое, что нашла время побеседовать с нами. Дорогая Анна, дорогие слушатели, сердечно благодарю вас за то, что вы были сейчас вместе с нами. Очень рада. Спасибо вам, Анна, за все, что вы делаете, за ваш труд, и за ваше приятное общение со всеми нами. Всего вам самого доброго! Я думаю, что наши зрители, те, кто еще не бывали на твоих видеоэкскурсиях, с радостью перейдут по ссылочке, которая сейчас показана на экране. Нажать же на нее физически можно только в описаниях. Я все еще никак не разберусь, как это сделать прямо на экране. Если кто-то знает, напишите мне, пожалуйста, и просветите, как это делается. В описании к этому видео есть ссылка на наш сайт. У Марии несколько экскурсий на нашем сайте. Это три экскурсии по Болонии и одна в Турин. Отличает же Машиной экскурсии невероятное, совершенно эстетическое наслаждение, которое ты получаешь от ее кадров, от всех вещей, которые она показывает и рассказывает. У меня создалось впечатление, что в Италии просто все очень красивое, волшебное и прекрасное. И вот куда ни повернись, будет какое-то произведение искусства. Вот такие ощущения у меня остаются всегда после просмотра Машиных экскурсий. Очень-очень вам рекомендую, тем более, что вы сделаете доброе дело, поддержите нашего экскурсовода, который, как и мы, все сейчас находится в не лучшем положении в связи с всей этой пандемией. Спасибо, друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы любите путешествовать, что вы любите Божий мир и тратите свое время на вот такие встречи со мной, с нашими авторами. Всех вас сердечно еще раз благодарю за внимание. Оставайтесь с Господом, а я прощаюсь и обещаю выходить в эфир как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok